Узнать реальное положение дел на производстве, нужды предпринимателей, планы, проблемы и обсудить варианты их решения. Так руководители аппарата Министерства экономики обозначили цель своего приезда. На ЛРЗ гостей встретили конкретным предложением. Имея удачный опыт реализации европейских проектов, предприятие подготовило еще один, превосходящий по масштабам стоимость и значению для города и всего региона. Последняя модернизация на заводе проходила в 1965 году. Потребность в реновации цехов, улучшении материально-технической базы, имиджа предприятия, повышении качества продукции, конкурентоспособности с последующим выходом на западный рынок назрела давно. Завод специализируется на ремонте подвижного состава и производстве запчастей. Количество заказов колеблется в зависимости от сезонов и иных обстоятельств на рынках сбыта. А ему нужна постоянная загрузка, освоение новых видов продукции. Это может быть и автомобильная, и сельскохозяйственная техника, для чего необходима реконструкция и новое оборудование. В рамках проекта планируется построить два новых корпуса на территории предприятия и оборудовать предприятия совершенно новыми технологиями, которые до сих пор не используются на предприятии. Общая конечная цель – это полная модернизация существующего производства. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили на встрече, это только первый шаг в проекте. То есть первый большой проект, за ним будет второй, третий, четвертый. До тех пор, пока мы предприятие не доведем до уровня современного европейского машиностроительного предприятия. Проект общей стоимости около 5,5 миллионов латов планируется осуществить в кратчайшие сроки. Его реализация улучшит ситуацию на рынке труда Латгалей, обеспечит предприятию стабильную работу. Документ готов. Есть договоренность с кредитным учреждением. Осталось заручиться поддержкой министерства. Чаю гости так и не попили. Было не до того. Больше удовольствия стороны получили от конструктивного диалога. Ненавязчивое упоминание о результатах недавнего референдума в Даугублсе настроение не испортило. Очень рад сегодняшней встрече о тех планах, о которых рассказали предприятии. И мы постараемся нужную поддержку дать предприятию в их планах по развитию. Не меньше удовольствия доставила беседа с руководителем предприятия французской компании «Аксон». Гости осмотрели новый цех по производству компонентов для автомобильной промышленности. Он откроется в апреле. В европейских фондах «Аксон Кейбл» не нуждается, а вот помощь министерства понадобится. «Эйрболтик» собирается купить линию передачи данных и сигналов для самолетов «Аэробус». «Аксон» уже много лет работает в этом направлении. Хорошо бы проследить, чтобы заказ не ушел на сторону, а остался в Латвии. Тогда завод в Даугублсе мог бы создать еще около 50 рабочих мест. Представители министерства обещали посодействовать, подчеркнув, что Латвия крайне заинтересована в перспективных проектах, которые реализуются в стране. Альтернативы экономическому развитию нет, а без помощи предпринимателям этого не достичь. Было бы побольше качественных и полезных проектов, особенно в Латгалии. Здесь есть очень хорошие предприниматели Латгалии. Мы уже сегодня много видим, что как раз в промышленности Латгалии не потеряло потенциал, который здесь есть, но он неиспользованный. Так что это только делать. Гости посетили также бизнес-инкубатор, встретились с руководителями города и региона планирования.